Ежедневно каждый человек использует множество разнообразных высокотехнологичных устройств – пластиковых карт, мобильных телефонов, компьютеров. Регулярно появляются новые модели, программы и сервисы. Одновременно с развитием таких устройств появляются соответствующие виды мошенничества, позволяющие обмануть и присвоить денежные средства граждан. 21 апреля текущего года в конференц-зале МВД по Республике Адыгея состоялась пресс-конференция на тему «Мошенничество, совершаемое с использованием IT-технологии». Их виды и способы, а также профилактика с участием СМИ и общественности. В мероприятии приняли участие начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Адыгея Байзет Гомлешко, заведующий сектором платежных систем и расчетов отделения Национального банка по Республике Адыгея Адам Могу, начальник управления уголовного розыска МВД по Республике Адыгея Эдуард Кобзарь и начальник отделения КМВД по Республике Адыгея Руслан Жичемуков. На пресс-конференцию были приглашены представители районных, республиканских СМИ и информационных агентств. Вел мероприятие начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Адыгея. Представив присутствующих, Байзет Гомлешко рассказал о ситуации с мошенничествами и отметил, что только за прошедшие сутки в Республике зарегистрировано шесть подобных преступлений. Сложно даже каким-то образом определить ту ситуацию, которая сейчас сложилась, потому что каждый день из месяца в месяц мы это фиксируем, видим. Есть очень крупные размеры, когда люди за короткое время теряют все, что было нажито за определенные, может быть, длительные годы. Мы не вправе, конечно, рассуждать. Большая сумма, маленькая сумма, это только человек для себя может определить. Но видим, что люди теряют, теряют исключительно, если мы говорим только о телефонном, так называемом дистанционном мошенничестве, все нажитое. Способов, форм, методов, поводов с использованием каких-то только терминологий, уловок, чтобы войти в доверие к тем потерпевшим, которые мы видим каждый день, их очень-очень много. И поэтому для Министерства внутренних дел здесь принципиальнейшее направление такое, наряду с тем, что и раскрытие, и расследование, естественно, должны осуществляться в установленном законном порядке, это профилактика. Вот для чего мы решили совместно с комитетом по СМИ республиканским с вами увидеться, пообщаться, потому что мы видим, что профилактика, которую мы проводим, не дает того эффекта, который мы бы хотели увидеть. Мы хотим все равно предостеречь большее количество жителей Адыгеи, гостей, от таких противоправных деяний. Об основных схемах телефонного мошенничества подробно рассказал начальник управления уголовного розыска МВД по республике Адыгея полковник полиции Эдуард Кобзарь. Буквально за 2020 год жители нашей республики перевели мошенникам более 50 миллионов рублей. За первый квартал, то есть три месяца этого года, уже мы до цифры 20 миллионов дошли. То есть суммы достаточно немаленькие, которые жители нашей республики теряют. Поэтому все это вызвало то, что решили в таком формате мы провести. Буквально сегодня уже три факта у нас зарегистрированы, это обеденное время. Сегодня женщина обращалась, она стала жертвой мошенничества еще в январе этого года, но до сих пор этого недопонимала. Но это немножко другой там вид мошенничества, это так называемые брокерские конторы, где наши граждане в интернете находят каких-то специалистов, которые им предлагают пассивный доход. То есть находясь дома вложить какие-то деньги в криптовалюту, криптовалюта все знают, что растет. И поэтому потихоньку-потихоньку зарабатывать. Но никто не задумывается, что у нас официального способа вывести деньги из криптовалюты обратно в рубли не существует. То есть опять надо воспользоваться какими-то непонятными, нелегальными брокерскими фирмами. Вот люди торопятся, деньги свои переводят, куда-то отправляют в надежде на то, что какие-то добрые люди будут их деньги крутить, зарабатывать им большие проценты, а сами за минимальный процент все эти услуги им оказывать. На то у нас мошенничество и рассчитанное, что если каждый гражданин у нас ко всякого рода таким предложениям будет относиться скептически, то, наверное, поразмыслив некоторое время он поймет, что что-то здесь не так. Или те же купля-продажи товаров в интернете, всякие различные сайты объявлений о продаже тех или иных товаров. Люди наши не задумываются, допустим, если он сам что-то продает, почему он должен давать реквизиты своей карты, особенно трехзначный код. Все прекрасно понимают, чтобы деньги перевезти достаточно по номеру телефона, спрашивают, номер телефона привязан к карте, привязан, мы вам перечислим. Нет, людям задают вопросы, вот у нас что-то не получаете, назовите, пожалуйста, назовите там смс, которое вам пришло. Ну, понятно, что, опять же, как я сказал, если трезво все подумать, возникают вопросы, а зачем это я буду делать. Ну, вот рассчитано на то, что человек в ажиотаже доволен тем, что там быстрее продаст свой товар, который он решил продать. Вот это все надо было. Ну, то же самое аналогично и с покупкой товара. Когда сам человек что-то хочет купить, и ему говорят, что вот-вот что-то осталось, ну, давайте быстрее там что-то сделайте, назовите, перечислите нам какую-то сумму, задаток, и товар останется за вами. Все это понятно. Ну, наиболее распространенный сейчас вид мошенничества, это когда людям звонят, представляется служба безопасности банка, и говорят, что какая-то у вас существует проблема, то ли кто-то за вас берет кредит, то ли кто-то пытается взломать ваш счет, то ли еще каких-то там, ну, очень много видов проблем, которые людям предлагаются. И людям предлагается целый набор проблем, вот даже у нас были такие факты, я уже приводил к примеру, когда человеку звонят, представляются службы безопасности одного банка, он говорит, я не являюсь клиентом этого банка. А какого банка вы являетесь клиентом? Вот другого банка. Сейчас, секунду, я вас переключу на службу безопасности другого банка. То есть, ну, человек не задумывается, что, наверное, сотрудники службы безопасности всех банков сидят в одном месте друг на друга, переключают и решают мнимые проблемы этих людей. Люди должны одно простое правило в этом, в этой ситуации знать и понимать, что пока они сами не начали какие-то манипуляции со своими деньгами, кто бы вам не позвонил и что бы не сказал, с учетом того, что представитель банка есть, он сейчас скажет, что никогда никакой сотрудник банка не позвонит и не будет там обозначать какие-то проблемы, что у вас какие-то проблемы, что надо перевести на какой-то существующий, несуществующий безопасный счет. Ну, мы изначально должны понимать, что, наверное, любой банк может сказать, что такого нет, что у них есть какой-то безопасный счет, а какой-то есть опасный счет. И сказать людям, что вот ваши деньги хранятся на опасном счете, а вот есть, существует какой-то отдельный безопасный счет, куда могут службы безопасности позвонить и деньги перевести. Понятно, что такого нет. Я бы точнил бы, вот волнообразность есть какая-то за последние годы, там, начало года, середина или нет, или что-то можно объяснить, пояснить, по каким городам, населенным пунктам, муниципалитетам больше, меньше, что-то мы регистрируем? Ну, на уровне нашей республики, ну, конечно, самый густонаселенный город Майкоп, это Камукайский район, они более подвержены. Ну, опять же, это всего того, что людей больше живет здесь, чем в других районах нашей республики. Особую тревогу вызывают люди пенсионного и предпенсионного возраста, доверчивостью которых наиболее активно и все чаще пользуются злоумышленники. О профилактических беседах с пожилыми людьми, о работе банковской системы по выявлению подозрительных операций рассказал заведующий сектором платежных систем и расчетов Национального банка Республики Адыгея Адам Мугу. Мы тоже наблюдаем, к сожалению, печальную статистику в этом отношении, да, и вот в подтверждение тех слов, которые сказал Эдуард Анатольевич, вот есть 161 федеральный закон, статья 9, да, и тут есть такая часть, вот я прям, если разрешите, я вам ее зачитаю, да, буквально звучит оно так. Так, ну смысл ее такой, что банк обязан возвратить денежные средства клиенту, списанные с его счета без его согласия, если он не установит, что свое согласие дали бы сами. То есть, простыми словами, когда банк заключает с вами договор, он вам предоставляет информацию о том, каким образом вы должны и можете пользоваться электронными средствами протяжа, да, в данном случае это карты. Вот, и если он устанавливает, что вы нарушили этот порядок, то, соответственно, банк вам не обязан повернуть эти деньги. И в том, ну, есть две схемы. Первая схема, вы понимаете, что вас похитили денежные средства, да, но при этом вы никому ничего не передавали, вы это обнаружили, и есть определенные сроки, когда вы должны это сделать. Сразу же необходимо обращаться в банк с заявлением и так далее. И вторая схема, когда вы сами передаете мошенникам данные, карты там и так далее, но то, чего делать нельзя, там, нарушение безопасности использования, там, электронных средств платежа. И в том, и в другом случае, вам в любом случае необходимо незамедлительно обращаться в полицию. Есть определенный набор мероприятий. Вот вы обнаружили, что списали денег, обратились в банк, заблокировали карту, написали заявление о несогласии с операцией, и следующий шаг обязательный для всех, с кем, это идти в полицию. Здесь понятно, где банк отвечает, где сам гражданин, но за пять минут до того, как я увидел, что у меня похищены деньги, я очень уверенно и уверенно со мной общаются. Тогда здесь какая проблема, почему люди идут на это, почему так быстро доверяют и практически открывают все свои счета, все свои данные, загадя на онлайн-страницу. Здесь тогда, ну какой анализ, в чем причина тогда, если можно так пояснить? Причина, ну в данном случае, она находится в плоскости больше, мне кажется, психологии, потому что используется страх. Ну тут есть несколько моментов страх и желание заработать больше. И когда есть определенный страх, он по-разному влияет на людей. Кто-то попадает в ступор, кто-то собирается, да. То есть мошенники достаточно психологически очень хорошо подготовлены. И когда они звонят жертве, они уже очень много о ней знают. Соответственно, когда, ну какой страх у человека потерять деньги, это достаточно такой серьезный страх. А когда жертва попадается, да, попадает вот в этот канал, да, если можно так сказать, то манипуляции, к сожалению, с ними происходит не очень хорошо. Банк России отправил на блокировку 26 тысяч телефонных номеров, с которых обзванивались клиенты. Также 8 тысяч мошеннических сайтов заявки на блокировку ушли. Соответственно, они были заблокированы. И эта динамика растет в два раза больше, чем в 2019 году. Например, когда была пандемия, разгар пандемии, да, помним, да, выдавались различные социальные выплаты, можно было, ну, люди нуждались в определенной помощи, в определенных медикаментах и так далее. Так вот, в начале пандемии Банк России отправил на блокировку 2200 мошеннических сайтов, связанных по тематике с COVID-19. Что в одну категорию вряд ли мы всех включим и будем включать, потому что есть пожилые, которые под страхом потери тех накоплений, когда им рекомендуют, якобы, да, вот сотрудник службы безопасности банка переводит на безопасные счета. Здесь с ними, я думаю, не только вот сотрудники полиции, банковские работники, но и в то же время должны, наверное, ежедневно, практически постоянно общаться родственники, дочери, сыновья, ближайшие родственники, которые есть, чтобы им подсказывали ни в коем случае не переводить, никаких безопасных счетов по большому счету нет. Есть счет, на котором реально ваши деньги находятся. И короткое правило, которое мы тоже постоянно даем и на сайте, и в соцсетях министерства, это ни один сотрудник полиции, ни один работник банка не имеет права, никто у вас не имеет права спрашивать ПИН-код. Много вопросов возникает у потерпевших, в первую очередь, откуда мои данные знают уже сотрудники банков, там других структур, есть такая терминология, как социальная инженерия, там мы и сами очень много о себе размещаем в социальных сетях и на личных страницах, в аккаунтах. И сегодня мы специально пригласили руководителя нашего такого довольно серьезного обособленного подразделения КАР МВД по республике Адыгея. Поэтому, Руслан Гридович, по своей направленности... Достаточно емко, вроде мы, предыдущиеся докладчики, отразили проблему, существующую и в нашем регионе, и в целом по стране, программатика большая. То, что касается данных, которые у граждан, то есть данные граждан, которые находятся на руках у злобомышленников, ну, это вы правильно подметили, Руслан Гридович, много информации находится в сети интернет. Мы сами ее публикуем, это в разных аккаунтах, в социальных мессенджерах и так далее. Также в социальной инженерии, когда при оказании услуг, то же самое, мы публикуем номера телефонов, чем организация занимается и так далее. Кроме этого, в аккаунтах, допустим, если взять социальные мессенджеры, люди публикуют свой образ жизни, фотографии, кто чем занимается, кто куда ходит и так далее. И в том числе и уже понятно, кто у кого какой-то остаток имеется. Поэтому не стоит проявлять доверие, когда гражданину звонят и называют либо по имени, либо по отчеству, даже бывает по фамилии. Достаточно хорошо осведомлены о личной жизни, кому звонят, зачем. Ну, и случаи бывают такие, когда, естественно, на, как можно сказать, на бум берут. То есть случайно набор номера, грубо говоря, тот же вид мошенничества, если взять, когда звонит якобы представитель правоохранительных органов. И время на разговор с близким родственником очень короткий предоставляется. И человек, которому звонит, это либо мама, либо бабушка, не вполне, наверное, может анализировать, с кем она разговаривала, потому что в диалог потом вступает якобы мимый сотрудник либо полиции, либо других правоохранительных органов. И, соответственно, все это время они держат их на короткой, как-то сказать, на связи, разговаривают, как-то не дают им опомниться. Поэтому в этих случаях и в тех случаях, когда из банка звонят, и когда звонят якобы с правоохранительных органов, виды мошенничества очень разные, схемы как-то, можно сказать, совершенствуются. В первую очередь, я думаю, нужно как-то благоразумие здесь проявить. Если звонят с правоохранительных органов, как-то наводящие вопросы, с какого органа, где находится территориальный орган, какую должность человек занимает и так далее, по возможности узнать больше информации. Ну, есть такие случаи, когда при постановке таких вопросов злоумышленник как-то интерес быстро теряет, либо звонок прерывается, либо он каким-то образом себя выдает уже. Если вдруг разговор продолжился, всю эту информацию вы можете проверить, либо зайти на сайт, позвонить, опять-таки, как раньше было разлучено, на горячую линию, там, дежурную часть, уточнить, действительно ли такой сотрудник работает там, действительно ли родственник задержан по такой-то причине и так далее. И уже самостоятельно прибыть на то место, либо предпринять такие другие меры. Если это с банка якобы звонят службы безопасности, опять-таки, есть горячая линия. Ну, в этих случаях бывает, что якобы номер похожий, да, с которого звонят якобы, это вот номер банка. Здесь я могу совет единственное дать, это, если вы уже поговорили, то, естественно, не сообщать никакой информации. А следом, путем самостоятельного набора номера телефона, горячей линии и так далее, позвонить непосредственно в банк, горячая линия работает. Круглосуточник, уточнить информацию, действительно ли угрожает какая-то опасность вашим счетам, вашим средствам. И уже действовать по согласованию с работником банка. Эти меры, по крайней мере, обезопасят людей. Следующий момент. Это очень большой объем таких фактов, довольно большое количество. Мы регистрируем все, что связано с банковскими картами. Здесь несколько плоскостей, да, это проблемы с обслуживанием самой банковской карты, это те кредиты, которые люди на себе оформляют, потом якобы, потом погасив, можно погасить или нет, да. Это случаи, когда, значит, у людей выманивают персональные данные какие-то, да, те данные, которые имеют отношение, позволяют преступникам, аферистам прямой доступ получить к онлайн-странице, тем самым люди собственноручно это все. Здесь важный момент, не давать никому никаких данных. Ни пин-код, ни CVV-код, ничего не давать никому. Ну, если у вас, как бы, в чем-то сомневаетесь, можно отложить этот разговор, перенести на время, да. Но мы везде это говорим. Не давать секретный код, не давать пин-код и не выполнять никаких операций, связанных с какими-то движениями ваших денежных средств, если вы не понимаете, что происходит. Ну, вот смотрите, у меня периодически ко мне тоже, ну, как и ко всем звонят, ну, народ от меня правила вешается. Звонит мне на другом конце номера телефона, зовут его там Василий Иванов, например. Мне говорят, откуда я знаю, что вы Василий Иванов? Я вашего голоса не знаю, я вашего номера не знаю. Вы кто вообще? Что вам от меня нужно? Ну, в определенном общении у нас там какой-то опыт есть, мы понимаем, что звонят именно с этой организацией. И опять же, здесь должна быть граница. Как только подбираются к данным персональным или либо к каким-то, все, на этом вы прерываете разговор, звоните в свой банк. Потом, если мы говорим, что у вас к карте привязан номер телефона, пусть этот номер телефона не ходит по неизвестным сайтам, ни на какие страницы, пусть этот номер у вас не светится ни на каких ваших социальных страницах. Это номер телефона и карта, которая у вас находится в одном месте, и о ней знаете только вы и ваша бухгалтерия, которая вам, ну, перечисляет зарплату. При этом вы можете завести другую карту для покупок в интернете. У вас может быть другой номер телефона, который вам позволит ходить по простору интернета и давать соответствующую информацию. Если этот номер у вас находится там, ну, в различных социальных сетях, пусть он находится, если вы хотите общаться, но к этому телефону не должны быть привязаны деньги. Ну, в целом, вот такая история. Мы всегда везде об этом говорим, но при этом получается так, что люди попадаются. Мало того, попадаются, мы даже слышим о неоднократных случаях попадания. Ну, на разные схемы люди передают свои данные. Ни в коем случае не берите, не идите ни в какой банкомат, не переключайте какой-нибудь номер телефона. Как мошенники используют банкоматную схему? Им нужно получить управление вашим счетом, а это ключ, это ваш номер телефона. Вы заходите, подходите к банкомату, что там происходит? Вам говорят, ну, вы знаете, там вот так, туда-сюда и так далее. Надо вот, чтобы вот эта операция произошла, надо переключить. В результате вы мобильный банк переключаете на мошенников, а уже если у мошенники являются, если телефон мошенника уже привязался к вашей карте, ну, вы, собственно говоря, уже не нужны. Можно даже не снимать денег, никуда и не идти. В завершении участники мероприятия ответили на интересующие журналистов вопросы. Они касались профилактической работы среди сотрудников финансовых учреждений, в части обеспечения конфиденциальности при обработке персональных данных, о статистике раскрытых преступлений и санкциях за их совершение и так далее. В целом, встреча прошла в конструктивном ключе.